Изменения в законе о поддержке гражданского населения Украины вызвали беспокойство среди беженцев, выбравших своим местом проживания Латвию. Изначально закон предусматривал безусловную поддержку в течение 90 дней всем беженцам, получившим легальное разрешение на проживание. 24 мая этот срок закончился. Осознав положение вещей в последний момент, правительство дополнило закон, продлив срок до 120 дней. В течение этого срока украинские граждане могут получать бесплатное жилье и питание. Часть этих людей останется в латвийском обществе, хотя бы потому, что им просто некуда возвращаться. Как мы знаем, некоторые города Украины уничтожены до основания. Маленький Давид был одним из первых детей украинских военных беженцев, родившихся в Латвии. Его мать Алла, украинка из Винницы, на восьмом месяце беременности пешком пересекла украинско-польскую границу, пока не оказалась в Латвии. Алле, как и многим украинским беженцам, после прекращения господдержки придется искать жилье вместе с маленьким Давидом и школьницей Софией. Я бы с удовольствием работала. Я учитель английского, я бы работала. Но как мне работать, если у меня маленький очень ребенок? Ирина Губарчук – координатор украинских военных беженцев в Венсполсе. Именно в Венсполском крае зарегистрировано самое большое количество украинцев – около 700 женщин с детьми разного возраста. У большинства беженцев в мае заканчивается 90-дневный срок, установленный государством. Поэтому Ирина направила письмо в САЭМ, премьер-министру, Министерством экономики и благосостояния с просьбой урегулировать вопрос поддержки беженцев. А как вы знаете, Венсполс – это курортный город, и здесь очень трудно найти именно жилье для снять квартиру, просто снять квартиру. Еще у меня возникла такая проблема, что многие наши мамы по определенных причинах не могут идти на работу, так как они должны следить за своими детьми. До сих пор вопрос размещения беженцев оставался в ведении самоуправлений. Когда закончится 120 дней, большинство украинцев не смогут оплатить проживание, учитывая реальные рыночные цены. Либо мы уезжаем из Венсполса, потому что мы не имеем возможности компенсировать свое жилье, либо мы остаемся и ищем ресурс, где мы можем заработать столько, чтобы помочь себе компенсировать жилье, коммунальные услуги, а также как-то определить наших детей, их расходы на наших детей. Зарплата у нас приблизительно идет от 300 до 500 евро на руки. Если посчитать, что квартира на рынке сейчас стоит для того, чтобы ее снять, стоит приблизительно 300-350, а то и 500 евро, плюс коммунальные услуги, то как нам жить? На сегодняшний день только часть украинцев, приехавших в Латвию, смогли трудоустроиться. Дипломы, полученные в Украине, в Латвии не котируются, кроме того, мешает и незнание языка. А зарплаты для неквалифицированных рабочих вряд ли смогут покрыть аренду квартиры и бытовые расходы. Поэтому Алла с детьми решила сложить чемоданы и вернуться домой. Я не знаю, как оставаться, потому что я просто физически и материально не смогу обеспечить детей и жильем, и питанием. Жили мы здесь бесплатно, питались, и все было очень хорошо, в хороших условиях. А сейчас я возвращаюсь и не знаю куда, но еду домой. Но три месяца была здесь с детьми, в безопасности, а дальше как? Безопасно ли? Нет, не безопасно. Я каждый день и каждую ночь думаю о том, как будет. А вдруг я привезу детей, а там бомбят. То, что война в Украине не закончится в ближайшее время, должны учитывать и латвийские законодатели, и общественные организации, и все, кто участвует в процессе интеграции украинцев. В такой ситуации государству стоит поддерживать украинцев до тех пор, пока они сами не смогут обеспечить себе условия проживания, говорят специалисты по общественной интеграции. Надо учитывать то, что у людей, которые бегут с зоны военных действий, присутствует посттравматический синдром, да и другие травмы. В обычной практике необходимо два года, чтобы человек справился с этими травмами, чтобы он смог в абсолютно новой среде стать полноценным членом этого общества. С момента начала войны в Украине в Латвии зарегистрированы около 30 тысяч граждан этой страны. Точных данных, сколько уехали обратно, а сколько отправились в другие страны, нет. Лук и уже граждан.